Нейросеть BART от Google теперь Gemini. Это дело надо отметить скринкастом. Появление самой нейросети я не отмечал скринкастом, вот заодно и исправлюсь. Но прежде чем разобраться с функционалом, объясню странное название ролика. Ну странное для нашего канала. Gemini – это Google и YouTube – это Google. Соответственно все, что касается оптимизации этого ролика, я решил сделать в Gemini. Название, описание, теги. И посмотреть, как YouTube на это отреагирует. Вдруг они поймут друг друга и YouTube поднимет его в выдаче. Так что по количеству просмотров поймете, рабочая ли это схема. Возможно лайфхак. Будем смотреть вместе, я тоже не знаю. А еще он мне написал, что может генерить музыку, когда я просил написать вводку для видео и соврал. Врет, кстати, он часто. Я его долго мучил и оказалось, что он пока не умеет этого делать. Ну то есть музыку он пишет, но сгенерировать ее пока не может. Ноты мне скинул. А еще скинул мне вот такой текстовый MIDI файл. Я с такими и сталкивался. Ну может быть есть конвертеры текста в музыку и это все как-то преобразуется в трек. Не знаю. Если я разберусь, сделаю скринкаст. Так, ну давайте разбираться с функционалом. Хотя тут все, конечно, предельно просто. Вам нужно быть авторизованными в Google аккаунте, заходите на Gemini и попадаете вот сюда. Тут данные аккаунта. Выйти только из Gemini невозможно, можно выйти из аккаунта Google в этом браузере. Остальные настройки здесь, если это вообще можно назвать настройками. Хотя вот это важно. Gemini записывает все ваши действия, как и все сервисы Google. И как во всех сервисах Google это можно отключить. Надо только знать где. Ну вот здесь они это все особо не запрятали. Здесь период автоудаления. Тут можно удалить последние действия. Тоже по вашему выбору. Ну и собственно можно вообще отключить функцию введения истории действий. Тогда Google не будет вообще ничего запоминать. Можно просто отключить или отключить и удалить все, что есть. При таких раскладах какая-то часть истории останется. Так, что касается настроек. Светлая и темная темы. А ответы в реальном времени. Ну то есть он будет как бы не по строчке писать, а сначала сгенерирует ответ, а потом целиком его выдаст. Модель, кстати, достаточно быстрая, поэтому можно и не в реальном времени. Говорит, что нигде переписка не сохраняется. Не знаю, не знаю. Если лень читать, а он, кстати, достаточно словоохотлив, то вот тут можно выбрать разную стилистику ответов. В том числе короче. Изложит то же самое в двух словах. Тут история чатов, которую мы отключили, поэтому можно только обнулить текущий. Давайте включим историю, чтобы показать, что происходит, когда она включена. Вот он подхватил старый чат, поскольку мы не удалили историю при отключении, то есть где-то там в недрах он оставался. Значит, можно общаться здесь, можно стартовать новый чат. Это для вас, чтобы было удобно систематизировать разные темы. Тут есть черновики, это разные варианты ответа, и это очень удобно. Хотя в данном случае все примерно одинаково. Здесь чат можно переименовать. А так можно обновить ответ, если он вам не понравился. Теперь что касается разных расшариваний. Так можно скопировать ответ в буфер обмена. Так можно закинуть ответ на свой диск в виде гугл-документа. Удобнейшая вещь. А так можно создать ссылку либо на весь чат... нет. У нас тут, наверное, потому что всего один ответ. Да. Сейчас сделаю пару ответов. Я, кстати, не сказал, но это, наверное, и так понятно, что он прекрасно понимает контекст разговора. То есть не нужно всякий раз перезадавать вопрос, просто продолжайте беседу. Так вот, вы можете поделиться только этим вопросом, либо всем чатом. Ссылка будет доступна всем, у кого она есть. В таком случае как раз удобно заводить разные чаты под разные вопросы. Ну и на этом с настройками все. Нужно еще сказать, что тут есть возможность добавлять свои изображения и просить что-то с ними сделать. А также тут можно генерировать изображения, но он почему-то не понимает запросы по-русски и говорит, что генерировать не умеет. Напишите ему по-английски Generate an image и он сразу научится. А также надо сказать, что тут есть платная версия, в которой есть очень интересная интеграция с Google Docs и Gmail, но на рассказ об этом у меня уже не осталось времени. Ну что сказать, больше нейросетей, хороших и разных. Но я все-таки в данной фразе сделал бы упор на разных, а не на хороших. Как-то все однообразненько становится. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok